сегодня у нас утро после завтрака красавец такой да черный отдельно здесь он у нас продукты охраняет охраняет продукты все молодец заходим я иду сегодня по твоему вот я каждый день тут все надоедал котел новый поставили я в жизни 40 лет клал печи но не видал что дверки нету топка в паровозе на пароходах везде что-то я и может и не знаю но что дверка должна быть а здесь его нигде нету а он опять топит и она более экономная я говорю что случись ты там я останусь еще буду делать покажи как топить ну вот где он не горит как я туда руку ты достану вот сейчас он не будет рассказывать а я это все сниму на память давай первым делом тебе надо почистить ее да ну и рассказывай как ты делаешь поднимая поддувала так поднимаешь вот он закрепляется теперь как ты вон как без рукавишек да без рукавишек а тут не закрываешь сверху чтобы не вылетала я так делать а тут много сильно тебя по сторонам идет как раз я для растопки то не принес газеты то я сейчас растапливать нечем ну ладно показать никуда больше зова не проваливается все здесь да здесь ну это я пойму что надо ну как много а то михаил петрович наш брат карьковцев сделал это все надо это как почерпал у меня тоже там печь какая-то другая была маленький был такой надо он сделал вот такие агрегаты сделал а вот эта цепочка зачем здесь выставляется температура то есть какую надо мне температуру воды здесь самом вот этом котле и и вот она выставляется 80 например 70 60 50 20 30 так а вот эту цепочку это для чего вот вот это а вот это регулятор стоит вот он то есть за счет вот этого жара то что сюда поступает она регулирует температуру если например сильно жарко будет выше той нормы который я установил она температуру какую регулирует которая в трубах идет или который вот в этом аппендиксе кандре в котле в котле да если там превышает норму она сразу раз опускается сама автоматически и заглыхает вот этого раз и все доступа воздуха нету если температура меньше вот этой градусы то я установил она тогда при поднимается вот так вот это все за счет жара тут то что внутри в котла находится она приподнимает и тут идет подсод воздуха то длина и выберем а точно да дальше вот я открываю вот она хочу стенки не надо прощить надо 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 вот у меня еще даже шанс жар сохранился он видите красненький вот для того чтобы это что-то там сделать я вот так вот так вот это дает это колосники чистится друг об дружке она просыпается золотом а еще два хороших а там я не знаю два не два но просыпается до такой стороны заглянул как ты вот она вот еще раз все то есть а потом еще можно этим клюкой под еще раз я посмотрю там насыпаю там много там до него не надо а если это этого мало я беру вот эту клюку вот она от вас михаил петрович вот так вот раз подожди-ка гляну то есть а маленький рост мне надо повыше вот здесь видите жар есть то есть я могу сейчас спокойно дровить подбросить и сверху это попробовать пошоркать по стенкам не не будет отпадать это будет 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 я уже так делал вот она отпадывает за задымила сразу какая-то да-да-да вот у нас сегодня 3 января 23 года понедельник покажи так вот здесь сейчас сейчас на улице там сейчас дым там идет сильно а я же еще не открыл сейчас вот здесь вот подойдите вот задвижка есть есть вот на полную открываешь вот когда затоплю что полная буква я вот а если чтоб ночной режим то есть вот так наполовину перекрыл и она там потихоньку горит и это мы сейчас дыме на там зерва идет все вот сейчас я открыл для растопки чтобы горел хорошо охота мне глянуть снаружи сейчас мы затопим и пойдем глянем просто сейчас темно вон как вот михаил петрович все брат наш прикос а с этим летом 40 ширина на то нас она сама поменьше внутри диаметром это утеплите сделано сверху вот это железо на утепленное утеплен все все дрова кидать дрова конечно как упадет так упадет нет я кладу сам как надо несколько как ты можешь положить такая высота метр двадцать примерно вот так раз смотри как замызгут все нормально я же почистил вовсе то 2 кладу вот так вот вот бумажки у меня сейчас их нету как нету вон там я видел я их не принес просто для молнию тебя за этот площадь где она вытаскивать сколько там это пакет нет нет я не принес но она это там же хорошая она разгорится со временем все равно сейчас коры положу какой-нибудь на разгорится все так пару полезно надо надевать тогда была замызгнута как люди все замызгнут еще постирается чуть бежать я насчет этого не переживаю а ширина какая котла я сейчас скажу 40 52 сантиметра то есть вот так поперек кладу он вот этот котел предназначен котел длительного горения называется то есть растопил его один раз ну засыпал ведра 4 сразу ну да закрыл там перекрыл эту задвижку и она больше суток стоит ты только подходишь вот так вот раз чтоб колосники шевели что там был доступ воздуха был и она опять у тебя горит 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 и пока эти так теоретически нельзя прорезать дверку чтобы отсюда все это делать не знаю он для этого не предусмотрен я вам сразу скажу так вот здесь у них в одессе что у нее там эта пустота и это не знаю может и вода даже тут ты идет эта толщина стенки вот такой вот вот она не будет такая толщина это значит там вода здесь по бокам точно вода здесь вот я знаю что вода иначе за счет чего она нагревается вообще этот этим котлами занимается у нас кости от муха наши он и жене по вот этим котлам то что если вы хотите более подробно узнать это у него узнавать не хочу даже смотреть на нее не то что знать увидеть как топить хотя бы один раз это кто будет дежурить придет и портопить мне только непонятно зачем у меня списываете каждый раз то ли расстаться хотим 0 еще я не могу понять не то что расстаться ты помыслить этого нет в жизни то все бывает будет вопрос как почему рядом жил и не узнал мне же надо дозваниваться кто придет топить то я же не могу топить все господи благослови господи благослови это все еще сейчас пошел все да ну пошли все на улице посмотрим сейчас так ты сюда не вернешься все вернусь но мне надо вам показать бельта этот вот он сидит где-то котя какой хорошенький да не замечательный как он не мерзнет здесь он освещен у нас бачка да освещал его покропил два раза дай-ка на подержи я ему маленько дам гальяну сушеных а там который ты принес ему не надо отдавать вот там у тебя на печке стоит для кошки принес здесь это размер за это он не стал есть они почему-то этих вещей плохо едят то ли они жирные то ли чуя не да да у нее есть заход давай ка березу то нет дым то идите смотрите я смотрю дым это сосед рядом новое все видно что идет мне не очень-то видать ну а он потом постепенно увеличится он же рассчитан чтоб медленно горел это медленно иначе все про горит быстро и все понятно ну давай закрывай написано ходили благовествовали слова а здесь идите пропадут евангелия ушел ой-ой-ой какие дома хотя в барнауле красивые здания днем смотреть тут вообще вот у меня какая ель тут растет огромная ель береза это я получил после суда когда освобожден был был реабилитирован молились все и шел суд 11 лет по тогдашим деньгам по расценкам государственным что у меня изъяли при аресте 11 миллиардов стоило я издавал переводы делал разные целые сцены составил заслуженными артистами там ссср ссср знал помогали работали общинников эдуард дмитриевич был то есть вот так он какая ель готова все тут было вот два здания в одном другом я нахожусь и 13 соток земли